Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тревожная кнопка» в студии Анастасии Целигина. В Мордовии участились кражи велосипедов. С начала мая в полиции уже зарегистрировано 10 обращений граждан с подобной проблемой. Благодаря своевременному сигналу сотрудники правоохранительных органов раскрыли семь хищений. Жертвами украденных велосипедов чаще всего становятся дети и подростки, которые оставляют свои транспортные средства без присмотра. Уважаемые жители и гости региона! В теплый период времени основным предметом преступного посягательства все больше становятся велосипеды и коляски. Полиция убедительно призывает граждан не оставлять свои вещи без присмотра и предпринимать все возможные меры для того, чтобы избежать подобной кражи. Сотрудники подразделений по вопросам миграции и участковой уполномоченной полиции продолжают выявлять факты фиктивных регистраций и постановок на учет иностранных граждан. Так, в рамках рейдовых мероприятий правоохранителями установлено, что 58-летняя жительница Саранска с 13 марта 2018 года по 13 марта 2019 фиктивно зарегистрировала гражданку Таджикистана. Аналогичный факт выявлен участковыми уполномоченными полиции на территории Зубово-Полянского района. Но кроме гостеприимных граждан, на незаконные деяния, связанные с вопросом миграции, идут и сами мигранты. Совсем недавно правоохранителями было окончено расследование уголовного дела в отношении жителя республики Армения. В ходе предварительного расследования установлено, что днем 16 мая 2017 года мужчина, находясь в здании управления по вопросам миграции МВД по республике Мордовия, пытался дать взятку в размере 10 тысяч рублей начальнику управления по вопросам миграции за заведомо незаконные действия, а именно принятие от него документов о подтверждении проживания на территории Российской Федерации и получением дохода, не соответствующей требованиям законодательства. На стадионе «Старт» в Саранске состоялась комбинированная полицейская эстафета, посвященная памяти сотрудников погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе и 300-летию российской полиции. В знак признательности и внимания руководитель ведомства вручил семьям погибших на Кавказе сотрудников цветы. Участие в соревнованиях приняли 16 команд. Им предстояло преодолеть 10 этапов эстафеты, среди которых бег в полной боевой выкладке с 20-килограммовыми ящиками, в том числе с противогазами и с препятствиями. Кроме того, полицейские выполнили сдачу нормативов по неполной сборке и разборке учебного пистолета Макарова, а также по переносу условно раненого коллеги на носилках. Первой финишную черту пересекла команда отряда специального назначения «Гром», второе место завоевали сотрудники полка патрульно-постовой службы, третье – полицейские ОМВД России по городскому округу Саранск. Вечером 23 мая спасатели регионального МЧС вызвали из заточения в собственном балконе молодую женщину. Ее закрыл собственный ребенок. Повернуть ручку и заблокировать маму у малыша получилось, а вот открыть дверь обратно – нет. В это время в квартире на кухне готовилась еда, что создавало угрозу возникновения пожара. Спасти женщину удалось спасателям с помощью автолестницы. Сотрудник МЧС проник в окно квартиры, успокоил малыша и открыл злополучную дверь. Ребенок закрыл собственную мать на балконе. Подъехали пожарные спасатели, выдвинули автолестницу, проникли в квартиру через окно. Что обнаружил, был плачущий ребенок. Девушка стучалась на балконе, на плите кипела что-то, ну, пища. Вот пришлось успокоить ребенка, дать ему игрушку, нашел валялась в углу, и открыл женщину. Воспитанники школ-интернатов, детских домов и коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья республики приняли участие в галоконцерте республиканского фестиваля «Звезды детства». Своем мастерство в вокале, танцах, чтении стихов и игре на музыкальных инструментах на сцене Дворца культуры «Луч» показали более ста участников, прошедшие предварительные отборы. Лучших из лучших выбрало компетентное жюри. Победителям и призерам были вручены дипломы и подарки. Днем 23 мая в Розаевке произошло столкновение двух транспортных средств, одним из которых управляла 12-летняя девочка. Спускаясь на велосипеде с горки, она не справилась с управлением и врезалась в форт. В результате ДТП девочка получила множество травм, подростка доставили в больницу и после оказания необходимой помощи отпустили домой для амбулаторного лечения. Причиной происшествия стала неисправность велосипеда. У транспортного средства отказали тормоза. Теперь к другим темам. В Межрегиональном учебном центре Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия завершено обучение по программе первоначальной подготовки. 36 сотрудников рядового и младшего начальствующего состава учреждений подведомственных УФСИН России по Республике Мордовия, Пензенской и Тамбовской областей на протяжении образовательного процесса совершенствовали теоретические знания на практических занятиях, организованных в базовых исправительных учреждениях и учебных полигонах. По окончании экзаменов слушателям были вручены свидетельства о специальном первоначальном обучении. А вот в женской исправительной колонии номер 13 нарушительницы закона подготовили выставку подарков детям «Посылка домой». Все вещи осужденными были изготовлены своими руками. Женщины шили костюмы для своих детей, мягкие игрушки и куклы, вязали шапочки, варежки и пинетки. Теперь наша постоянная рубрика «Внимание, розыск». Правоохранители Саранска устанавливают личность неизвестной женщины, подозреваемой в совершении кражи. По предварительным данным, 22 мая в период времени с 15.20 до 16.00 часов гражданка, находясь в торговом центре на улице Комарова в Саранске, похитила со столиком мобильный телефон. Вот ее приметы. На вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы темные ниже плеч. Была одета в жилетку и брюки розового цвета, белую кофту с черной окантовкой на шее и поясе, босоножки темного цвета. При себе имела клач красного цвета. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефону 2977-91, 2977-88 или 02. В завершении выпуска обращаемся ко всем гражданам и напоминаем, что за заведомо ложное обращение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи подразумевают наказание штрафом в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, при наличии информации о лицах, возможно, причастных к противоправной деятельности, связанной с телефонным терроризмом, просьба сообщить по телефонам у ФСБ 28 28 28 28 88 88, телефоном МВД 4777-71 или 02. На этом выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Целигина. Оставайтесь на НТМ. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok